Новая жизнь. Беседа номер 143. На разные темы, которые затрагивают разные сферы нашей жизни, и пытались учиться один раз так, другой раз по-другому, разным темам, средствам массовой информации, бизнес, семейная жизнь, и старались построить для себя картину лучшей жизни, новой жизни. И сегодня мы хотим посвятить нашу беседу тому, что происходит здесь, в Государстве Израиль. Хотим лучше понять израильское общество и выработать перспективу для лучшей жизни, новой жизни. Пожалуйста, Ница, скажите несколько вступительных слов. Сегодняшнее израильское общество находится в состоянии потери пути, безнадежности, отчаяния. И это не из-за боязни тяжелой работы ради чего-то, а больше из-за непонимания для чего. То есть нет той картины, которая бы светила издалека и говорила, вот направление, сюда нужно идти. А когда такая картина есть, и она ясна и понятна, то мы, как общество, уже умеем выполнять необходимые действия. И вот этого видения нового израильского общества нашего времени, нашего века, нам не хватает. Мы бы очень хотели услышать от Вас, как бы Вы описали картину будущего израильского общества. На каких ценностях, основных принципах и идеалах оно базируется? Мы видим, согласно продвижению мира в последнее время, что весь наш подход продвигаться за счет развития эгоизма в нас обанкротился. Мы не можем больше развивать промышленность, торговлю. Мы теряем желание даже быть более богатыми, более преуспевающими. Люди с трудом заставляют себя работать. Есть какая-то внутренняя подавленность, отсутствие энергии, порыва достичь что-то. Желание в нас изменилось. Эгоизм, который все время подталкивал нас на протяжении истории и вел нас в развитии, как бы в хорошем развитии. Мы сегодня многое можем сделать в мире. Мы создаем нашу жизнь, формируем ее таким образом, что можем обеспечить каждому человеку все. Но поскольку эгоизм прорывается между нами, мы не достигаем хорошего обеспечения каждого, даже необходимыми для человека вещами. Есть большая бедность вместе с Азавилием. Выбрасывается питание. 30-40% продуктов питания мы выбрасываем. И часть населения нуждается в этом. Но мы не обращаем на это внимания. Наш эгоизм не позволяет нам думать о них. Мы можем помочь друг другу в воспитании детей, в том, чтобы организовать нашу жизнь лучше. Но мы не можем это сделать, потому что снова наше эго стоит между нами и не позволяет. Мы находимся в противоречии с природой, которая требует от нас быть объединенными, связанными интегрально. Эгоизм не дает. Мы видим, что в общем, то, с чем мы сталкиваемся сегодня, это природа человека. И нам не поможет строительство системы, подсистемы и прочего выбирать новые направления, которые находятся внутри той же тенденции. Мы видим заранее, что все они не достигнут успеха, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что человек хочет видеть прекрасную цель и цель его, чтобы прежде всего все получали правильное, достаточное обеспечение, равноправное, более дружественное, более теплое, чтобы мы чувствовали, что мы находимся как один народ. Хватит нам находиться в этой борьбе и в этом упрямстве. Нам надоело уже видеть этих предводителей, которые бесконечно занимаются болтовней, философствуют. Мы видим, что олигархи владеют средствами массовой информации, и израильским обществом грубым образом. Их ничего не интересует. Они скрываются за властью и экономическими, финансовыми системами и сами прячутся в своей жизни. И оттуда мы чувствуем все больше и больше, насколько мы являемся их рабами. Несколько семей, 10 или 20 семей, которые властвуют в Израиле, и под ними стоят те, кто руководит согласно тому, как их направляют, руководят страной, народом. И это для них просто бизнес, где они делают все, что им хочется со страной, с народом. Мы видим, что все находится в их руках, в руках тех людей, которых движет только эгоизм. И они властвуют над нами таким образом, что и им уже в последнее время ими тоже не ощущается, что есть какое-то наполнение. наша природа изменяется изнутри, наш эгоизм все время меняется. и как бы там ни было, мы должны прийти к одному выводу, что все наше эгоистическое продвижение завершилось. человек теряет желание ко всему, кроме насущных вещей, которые требуют его тела, семья, питание, здоровье, пенсия. Каким-то образом существовать нет выбора. мы находимся на животном уровне согласно своему телу и должны обеспечить себе это, но сверх этого есть какая-то подавленность, отсутствие цели. Это большая подавленность. Для чего мы живем? Зачем? Какая потребность в этом? Еще несколько сотен лет живем еще. Мы в нашей истории прошли уже эти периоды, что дальше? И мы получаем поддержку от всего человечества, которое тоже продвигается к завершению использования своего эгоизма, потому что мы видим, что в человеке использование эгоизма человеком это уже не работает. И факт, что и экономика, и промышленность, и торговля, все, что делает человек в нашей жизни, все это находится в общем кризисе, в большом кризисе. Отсюда мы можем понять, что мы должны искать, как мы можем работать с нашей природой иным образом, совершенно иным образом. и это подъем над эгоизмом, объединение, дополнение между нами, восполнение, как в лего мы собираем картину из разных частей, у одного что-то выделяется, у другого эта часть вогнутая, так мы из частей собираем цельную картину, и так мы должны понять, что в объединении нашим над эгоизмом, согласно условию, все преступления покроют любовь, если мы начнем объединяться, несмотря на то, что мы эгоисты все, то мы достигнем другой жизни, того, что начнем чувствовать связи между нами, новый воздух, новое наполнение, и несмотря на то, что все мы эгоисты, и все это останется, мы не собираемся ломать эгоизм, мы начнем покрывать себя над этим, как будто бы укрываться одним покровом, одним таким одеялом, и есть методика, как это сделать, это воспитание, очень просто, потому что здесь мы должны не менять человека, а показать человеку, насколько есть новая жизнь, надежда, новая форма объединения, это эго должно показать нам, где не хватает объединения, так относиться к нему, это как помощь против него, то есть это против меня действует, но таким образом, что это помогает мне, и каждый раз, когда я вижу, насколько я нахожусь в эгоистическом подходе к жизни, я и каждый, если над этим мы начнем хорошо относиться, как бы вывернуть себя, как перчатку выворачивают наизнанку, так мы должны вывернуть себя на новую форму, вместо ненависти на любовь, вместо отторжения к движению навстречу, вместо отдаления к приближению, и так мы тем самым построим новую платформу, новый уровень существования народа, и в этом взаимном существовании мы узнаем как лучше распределять равным образом для всех, все хотят равенства, так мы будем заботиться обо всех, в относительном равенстве, как в семье, каждому из общего объединения между всеми, мы будем распределять то, в чем каждый нуждается, старики, молодежь, дети, родители, и так далее, то есть тогда мы сможем относиться к семье, к народу, к стране, ко всему, что с нами происходит с нового уровня, и тогда у нас будет все заново. Это, в общем-то, то, что мы должны сделать. Нам не осталось ничего построить в эгоизме, он не позволит нам, он показывает нам свой финал, и вместе с этим он показывает, что новый уровень, новая жизнь, продвижение может быть только над ним. И несмотря на то, что это кажется красивыми словами, и все любят рассуждать в этом, и показывают себя, что они направлены на это, и хотят этого, и знают, как этого достичь, но мы видим, что каждый, кто приходит к власти со всеми этими красивыми словами, он продолжает так же, как и было до него. Каждый, кто приходит к какой-то реализации, продолжает согласно своему эгоизму, то есть мы не способны выйти из нашей природы, прежде, чем мы не готовим себя изнутри. людей. Каждый должен здесь получить подъем на новый уровень своих ценностей во взаимной поддержке, во взаимном поручительстве, в том, что мы формируем себя каждый в новом подходе. Человек помогает ближнему, и поэтому все изменение может быть только с помощью воспитания. И ничего не надо менять в обществе заранее, прежде, чем мы не приходим к каждому человеку с этим новым воспитанием, не меняем его в чем-то и не под давлением, а подъемом его сознательности. И в новом осознании мы уже знаем, как мы можем проводить изменения в обществе. И это повлияет, конечно, и на торговлю, и на финансы, и на промышленность. Все, что мы построили, исходя из нашего эгоизма, желая зарабатывать на всех, когда каждый желал нажиться на другом, вместо этого, если мы начнем видеть новую тенденцию, где все мы вместе, как в семье, и будем каждый раз все больше и больше обретать выгоду, как одна группа, как один народ, как одно тело, и тогда согласно этому мы и принимаем решение, что делать. И никогда одни за счет других. Каждый раз стремление к равенству, к равноправию, объединение, исходя из равенства. То есть буквально видеть семью, эта форма должна быть каждый раз для нас примером, что мы семья, и как тогда мы заботимся обо всех частях народа, обо всем обществе, при обеспечении, распределении, здоровье и так далее. Но это после того, как мы начнем чувствовать, и в той мере, как мы начнем чувствовать, что мы связаны воедино, что мы зависим друг от друга. Мы говорили уже много об этом, что природа начинает вынуждать нас к этому. Она представляет нам то, что мы все находимся в замкнутом, интегральном, взаимосвязанном мире. И здесь, в Израиле, мы находимся в особом состоянии, где наши соседи угрожают нам и наша зависимость во всем мире. Нет другого такого государства, нет примера этому. И эта зависимость заставляет нас организовать себя таким образом и сделать это прежде других. И поэтому решение находится в воспитании, в изменении человека. Насколько каждый поймет, что подъем над эгоизмом к объединению между всеми от неприятия к единству — это необходимый переход, который должен произойти сначала в сознании, в согласии общественном, а затем быть реализован через воспитание, через практическое воплощение и распространение этого нового подхода. И исходя из этого подхода, мы начнем изменять государственные системы. И конечно же этот процесс очень обширный, очень многообразный, но мы сможем понять его только если сами начнем изменяться. Поэтому несомненно, прежде всего мы должны приступить к воспитанию. Я бы хотел задать вопрос и начать с личной истории. Мой дед приехал в Израиль из Йемена и я израильский ребенок много сидел с ним, он мне рассказывал о своей молодости и истории своей жизни и в Йемене и на пути в Израиле, в самом Израиле. Мой отец уже родился в Израиле, а дед приехал из Йемена. и когда я смотрю на культуру, допустим, песни, которые пели в Йемене, вообще в любом месте в мире была ностальгия по Израилю, Святой Земле. Я лично в моей жизни был период, когда был за границей после армии, когда я вернулся сюда, в Израиль, я вообще не собирался возвращаться, мне казалось, там я нашел рай, и там становится навечно, и вдруг я почувствовал влечение сюда. Я почувствовал, что есть нечто сильное, теплое, хорошее, очень впечатляющее, что ждет меня здесь, в Израиле. я помню, спустился с трапа, и у меня внутри вдруг было такое ощущение внутреннее, я символически буквально хотел поцеловать Землю, может быть, потому что был в абсолютно удаленном от цивилизации месте, и у меня произошла внутренняя перезагрузка всех моих воззрений и культуры. Но не об этом я хотел рассказать. я хотел спросить о том, что это ностальгия, которая сопровождала народ в течение большого количества поколений, приехать в Святую Землю. Если мы сейчас разберем это понятие «Святая Земля», что это за общество, о котором мечтали, о чем мы сегодня мечтаем, какова внутренняя мечта, которая играет во мне, в каком обществе я хочу жить. Допустим, сегодня, когда я уже отец четырех детей, я могу сказать вам, что общество, в котором мы живем, это абсолютно не то, о чем я мечтал, будучи ребенком, и не хочу своим детям такого. В любом месте. Я уже взрослый человек, на них ощущаются все эти негативные вещи, которые здесь. Я не говорю только о плохих, есть и хорошие вещи, но это не моя мечта. Если бы вы мне дали чистый лист и сказали, нарисуй мне хороший мир для своих детей, я бы не изобразил то, что есть сегодня в Израиле. И я бы хотел, если вы могли бы более детально разобрать эту картину. Потом мы поговорим о том, как нам достичь этого, естественно, этому должны сопровождать процессы воспитания. Я хочу немного сосредоточиться на этой картине. изобразителями на чистом листе. Мы за 65 лет нам не удалось реализовать нашу мечту. Мне еще даже 40 лет нет, но я очень хочу, чтобы я постоянно испытывал положительное впечатление, чтобы был фестиваль, чтобы у моих детей свет был в глазах. есть много людей, которые этого хотят. И не может быть такого, что жизнь подавляет нас и вводит нас в такой узкий карцер мыслей, где наша мысль постоянно вращается в таком узком промежутке. И когда я вернулся сюда, я этого не хотел. Наверняка, когда мой дед приехал сюда из Йемена, тоже не об этом мечтал. И много-много поколений, которые мечтали здесь о жизни, о рае на земле, не это имели в виду. Что-то мы пропустили. И вновь я не критикую, никого не обвиняю. Я такой же, как все. Но давайте возьмем чистый лист. Этому я хочу посвятить беседу. И нарисуйте мне, что это за жизнь такая, чтобы я просыпался утром с радостью в глазах, чтобы мои дети были рады, чтобы все цвело. Это в моих глазах святая земля, святая страна. У меня сегодня жизнь настолько подавила меня, что все мои картины разбились, у меня даже нет ни одной. Можете мне показать хотя бы одну картину, куда мне стремиться? Можете показать мне направление, перспективу здесь в Израиле? Можете? Я думаю, что ты, в сущности, сделал это? Нет, только сказал, чего у меня нет. То, чего у меня нет, а я об этом могу рассказать много часов. Но я хочу немножко увидеть направление к хорошему. нарисуйте мне это хорошее, чтобы мне было понятно, куда идти. Я даже не знаю, куда идти. Не как этого достичь, а куда идти. Как ты представляешь себе прекрасное общество, в котором ты хотел бы быть? И такое общество ты хотел бы оставить своим детям? Чего не хватает? У нас есть изобилие, ты входишь в супермаркет, там есть все. У нас есть прекрасная армия, промышленность, сельское хозяйство, у нас есть все. Чего недостает? Ну, чего не хватает? Чего тебе не хватает в Израиле? я тебя спрашиваю. У меня нет, я не чувствую себя в безопасности, я постоянно боюсь. Безопасности? Безопасности, я боюсь, что вы здесь с детьми, я знаю, что нас окружают враги, постоянно что происходит. Безопасность государственная или частная? Нет, причем государство? Во-первых, частная, если есть война, это уже другая ситуация, это чрезвычайная ситуация. Я говорю о каждом ежедневной жизни, я детей своих записал в лучшую школу, и я за них не уверен, я не уверен за себя. Я в каждом месте чувствую, что кто-то мне хочет навредить. Постоянно чувствую, что меня хотят навредить. Люди, с которыми я живу рядом, ты заезжаешь на бензоколонку, какой-то грузовик тебя буквально хочет раздавить. Везде в воздухе плохие волны. Только я со своими друзьями или со своими близкими и близкими родственниками чувствую себя спокойно. У меня есть атмосфера хорошая. Это мне не хватает. Я хочу чувствовать себя хорошо всегда. Когда я был молод здесь в стране, я построил такие взаимоотношения с друзьями еще до того, как я начал жить серьезно жизнью. Я знал, такое хорошо-хорошо это быть с друзьями и не думать, что будет сегодня, что будет завтра, что было всегда хорошо-хорошо. Но с тех пор, как я повзрослел, отслужил в армии и так далее, и тому подобное, начал жить и постоянно вижу плохие вещи вокруг себя. Только иногда есть несколько минут хороших, но всегда плохо. Даже нельзя точно определить, что значит плохо. Постоянно вот так. Буквально все с тебя сковывает. Это то, чего не хватает. А что мешает? Что мешает? Ведь вокруг тебя люди тоже могут сказать то же самое. Я думаю, что они говорят то же самое. Да. Понятно. А ты относительно них. Так что мешает, что находится между вами, что если мы это зло сможем изгнать, тогда будет добро, будет хорошо. Это желание использовать ближнего. И только плохое отношение к другим. когда ты не чувствуешь их как свою семью, говоришь, лучше всего, если бы я сидел за столом, с семьей, все вместе, так прекрасно. Да? Верно. Это самые лучшие моменты, которые у нас есть. Почему мы не можем это чувствовать все время? Потому что мы не семья. Я не чувствую тебя близким, человеком. Мне не важно, что с тобой произойдет. Сначала мне, а потом тебе, ну, что будет? Может, и нет. Может, я измеряю себя относительно тебя, чем тебе хуже, тем мне будет лучше. Такое у меня ощущение. Так я устроен. Так мой эгоизм отмеряет все относительно. ты ты знаешь, оценивают счастье на севере Европы, в Скандинавии люди сводят счеты с жизнью, хотя у них есть все, а в Африке нет, не кончают жизнь самоубийством, хотя у них ничего нет. то есть все относительно мы оцениваем себя относительно других. Так как же я, ты говоришь, прекрасная жизнь была, когда вместе с товарищами все время мы думали, что делать, планирую это и сегодня. В чем проблема? У тебя что, не таких людей, с которыми вы вместе так относитесь друг к другу? нет вокруг тебя таких товарищей, с которыми ты можешь чувствовать, что ты живешь в дружелюбном мире, в мире, который весь как семья и жизнь, как приключения. Нет. А кто виноват? И именно нематериальное состояние нет. Достаточно. В материале есть вокруг тебя все. Нет недостатка ни в чем. Наоборот, если бы мы хорошо относились друг к другу, мы бы такое изобилие вокруг себя обнаружили, что даже не знали бы, что с этим делать. Это действительно так. Чего не хватает? Не хватает доброго отношения между нами. Как нам достичь его? То есть необходимо установить, раз и навсегда, плохие отношения между нами разрушают человека. еминцы, эфиопы, русские, израильтяне, которые здесь родились, и так далее. В мое время были марокканцы. Каждый раз был кто-то. Ненависть, отторжение, неприятие, пренебрежение. Это было в основе государства. Мы ввели это в культуру. Это находится во всем. Это буквально так. Мы не сможем сделать нашу жизнь хорошей. И жаль, что мы связываем это с обеспечением «тут такой творог, это так стоит», и так далее. Мы видим, что мы не сможем таким образом ничего исправить. И что с этими беспорядками, которые были, это помогло в чем-то, ни в чем. Сегодня подъем цен еще больше. И где-то видишь, что это помогло. Нет, люди отчаялись, потому что это не работает. Это действительно не работает. Это не поможет. И сейчас снова будут такие подъемы цен. Я не знаю, как мы будем жить. И если ты посчитаешь, сколько выбрасывается, и сколько есть, и сколько выливается молока вместо того, чтобы привозить его в магазины, сколько сжигается урожая, выбрасываются помидоры и так далее, ты увидишь, что есть все в изобилии. Отношение, что каждый хочет заработать за счет другого, это отношение портит нашу жизнь. Сама атмосфера, когда выходишь на улицу, где бы ты ни находился, атмосфера недружелюбная, нетеплая. Она такая, хотя мы в этом относительно во многих случаях лучше других стран. Там вообще не приближайся ко мне, все частное. у нас все-таки это исходит из нашей истории, из того отношения, что нас подавляли другие народы, когда мы жили среди них. Здесь есть какая-то склонность к участию, но все-таки атмосфера. я тоже приехал сюда из-за границы, я тоже мог уехать в любую страну. Я сошел на перрон в Вене, я приехал из России, весь поезд был эмигранты, из всего поезда только две семьи поехали в Израиль, весь поезд исчез. Италия, Голландия, большая часть, большая часть поехала в Америку. Я сказал, нет, для чего? Я там жил хорошо. То, чего мне не хватало, это хорошее ощущение жизни. Где я могу найти это? В Америке? И я найду там изобилие. Это понятно, наверняка. Тогда принимали, давали тебе все. Особенно я был отказником, но мне там нечего искать. Только в Израиль. Ты знаешь, как я приехал? Я привез с собой палатку. Я не знал, что мне здесь дадут съемную квартиру. Я был готов ко всему, но не к таким отношениям. Именно тогда отношения были намного лучше, чем сейчас. Я изучал язык на курсе. Я был в армии. В армии я почувствовал совершенно другое общество. Четыре года в армии. Я не знал Израиля. Я почувствовал общество, солдат, все вместе. Там были еще разные проблемы, связанные с безопасностью. Я работал работал в эскадриле, ты знаешь, это к нам прибыли первые самолеты из Эфиопии. Потом они перелетели из Тельнов в Бен-Гурион, в аэропорт Бен-Гуриона. Я видел, как люди принимали их. Что сказать тебе? Конечно, это не то, чего мы ждали. И нужно понять, что из-за границы мы тоже были другими. Когда мы прибыли в нашу страну, мы начали строить наше общество, эгоизм, вдруг разница между слоями населения, такого не было раньше. Я тебе скажу, в России это государство, которое охватывало много республик, 16 республик, Таджикистан, Узбекистан, все эти южные республики и вплоть до Балтийских республик на севере. И между евреями не было никакой разницы. Никакой. Для меня еврей, который жил в Баку или в Ташкенте, в таких странах, знаешь, в таких республиках южных, хотя он отличался и по цвету кожи, и, может быть, по акценту, по своему мышлению, но он был евреем. Мы с легкостью женились, не было никакой разницы, не было такого ощущения, что он отличается от меня. Евреи и все. Но здесь вот это расслоение стало таким глубоким, таким искусственным, как будто бы кто-то изначально захотел властвовать над народом таким образом, и поэтому через средства массовой информации, через культуру, через воспитание, через разные средства сделал из нас такое нечто цельное, разделенное на части. Такого не было за границей. Евреи за границей, если евреи приезжают в какое-то другое место и заходят в синагогу среди евреев, меня принимают евреи, но я немножко отличаюсь, может быть, по цвету кожи, по ментальности, но это наше изгнание сделало из нас таких. Они как раз таки помогали, а здесь наоборот. Мы выделяли эти вещи, эти различия между нами, каждый гордился, смеялся над другим. Я очень удивился, когда увидел это в армии, и в армии тоже, и по телевизору я это видел, все время смеялись над чем? марокканцы и ашкеназы, поляки и йеменцы. Это весь юмор, вся культура. Мне было очень трудно это понять. Я был молод, я надеялся увидеть другими, народ, и страну. Я начал чувствовать ненависть между религиозными и светскими, и такая ненависть, пренебрежение. То есть я говорю тебе, это как будто бы какой-то злой и хитрый правитель направляет каждого против другого. И я знаю историю, как англичане правили во всех странах, как испанцы выходили в Южную Америку, Северную Америку, как они там захватывали власть. Один или два корабля выезжали туда в Южную Америку. Там ведь миллионы индейцев, но они начали подстрекать одних против других, одни убили, эти убили тех и так далее. Испанцы начали управлять ими. И как будто бы здесь тоже кто-то управляет, как будто бы властвует над нами, разжигает между нами войны, ненависть. Это буквально так? Я слышал от хасидов, когда я был у Рабаша, он выдал свою дочь замуж за ученика иракского происхождения. У него был ученик такой очень преданный. Не смотрел на это? Все удивлялись. Это еще было до того, как я пришел. Как это ашкинарский раф выдал замуж свою дочь за иракского еврея? У нас это не чувствовалось там, потому что мы изучали каббалу, это говорит об объединении. Но это было так, буквально. Я тоже слышал несколько слов, когда моя дочь вышла замуж, моя младшая дочь. Как бы не пристало. Я слышал. Мне не говорили так, но так это слышалось за спиной. Это было всего лишь 10 лет назад. Эти вещи настолько их внесли, внедрили в народ, как мы можем отделаться от этого. У нас даже партии такие есть, даже религиозные партии. Там как бы возлюби ближнего, как самого себя. Посмотри, что там происходит, посмотри, какая ненависть, отделение есть между восточными партиями и ашкенавскими партиями, сефарскими и ашкенавскими. Между ними тоже есть. Народ, который получил воспитание на Востоке, скажем. Но это вошло даже в религию. очень большая проблема. Это ослабляет народ. Это лишает его всех сил. Всегда между нами было единство. Это было нашей силой. Этого не было нигде, ни у одного государства, ни у одного народа. У нас не было господ и рабов. всегда была взаимопомощь. Среди евреев никогда не было брошенных на улицу детей. Девушки, которые выходят из семьи, неизвестно куда-то там исчезают. Не было такого, я думаю, и в Йемене, и в России. Всегда евреи это было что-то, что оберегали себя, следили за собой, а здесь так все испортилось хуже, в остальном мире, относительно того, что было раньше. за эти годы, за которые мы как бы построили государство, мы построили общественную разруху, мы разрушили все это прекрасное отношение, которое у нас было там, в изгнании. мы не достигли никакого успеха, кроме того, что мы гордимся тем, что мы используем наше эго больше, чем его используют все народы, в этом мы преуспели. поэтому я для себя, если бы не нашел своих источников вскрытой науки, я бы здесь не остался. Как и вся моя семья, которая находится в Канаде, часть в Америке, часть в Англии. У меня много родственников по всему миру, я нахожусь здесь только потому, что я нашел якорь, но если бы нет, я бы тоже уехал. Что мне здесь делать? Вот именно об этом я и спрашиваю. Каждого есть своя история, свои корни. Давайте пойдем вперед. Мы поняли, что у нас здесь не получилось. И действительно, мы никого не обвиняем. Не получилось. Давайте откроем чистый лист. Так чего же не хватает? Только воспитание. Ничего другого. Кое воспитание? Воспитание народу. Вернуть его к его природе. Очистить, убрать с него все, что он получил за последние 50, 60, 70, 80 лет здесь. основа государства, конституции, декларации независимости. Эта основа должна быть в том, что мы строим семью. потому что нет у нас естественного примера, понятного всем, иного, кроме как семья. Мы должны достичь такой формы, пока каждый не почувствует, что он живет в семье и может обратиться к каждому и будет принят как член семьи. До этого нам нечего говорить о каком бы то ни было успехе, в чем угодно. Жизнь сегодня доказывает, что у нас есть изобилие, и мы не можем распределить его в равной степени. Даже есть голодные в государстве Израиль, такого не было никогда. В каждом месте, где находились евреи, не было голодных. Он всегда получал помощь от других. Не было больного человека, которого выбрасывали, не смотрели на него. Не было девушки, которая не оставалась не замужем. Ей всегда старались помочь, найти жениха. Была огромная социальная работа, это находится в народе, это разные общества помощи, взаимной помощи. Все это исчезло. Все наоборот. Действительно, как будто бы злой правитель, какой-то немрод властвует над нами и не дает нам приблизиться, а наоборот, подстрекает нас, чтобы властвовать. Я думаю, что это целенаправленно от тех руководителей, которые правят нами и сегодня, все эти большие корпорации, все эти люди, которые еще находятся над ними. мы должны поставить эту точку во главе. Нет ничего важнее нее. Пока мы не достигаем формы семьи, мы не почувствуем хорошо. И мы видим, что сегодня у нас есть доказательства со стороны природы. Весь мир продвигается к этой форме. Мы вместе связаны не только в Израиле, не только в нашей природе, когда нас ненавидят все, и мы постоянно находимся в опасности. Вообще весь мир тоже все больше и больше обретает некую форму семьи. Но семья, как назвать ее? Глобальная семья, да, но семья, находящаяся в кризисе. И это не только кризис, это невозможно развестись, и ненависть пылает, и находится в одной квартире, в одной комнате, и каждый ненавидит другого смертельной ненавистью. и не может представить, что бы он сделал другому, если бы был способен. И так это во всем мире, и так и в нашем народе. Я бы хотел задать еще один вопрос, прежде чем вы говорите о мире. Давайте скажем. Нет, мир я вспомнил только потому, что природа вынуждает нас извне принять такую форму. У нас есть доказательства естественные. форма это форма семьи. Да. Скажите еще подробнее. Допустим, нам удалось быть оптимистами. Если мы поймем, какова цель, то общие силы нам помогут достичь успеха. Мы понимаем, но мы не знаем, куда идти. Давайте определим цель, и вместе добьемся успеха. Мы не первый раз делаем большие вещи. Сейчас имеется цель, чтобы все мы почувствовали одну семью. Да. Одной семьей. Давайте скажем еще подробнее. Допустим, вам удалось, я индивидуум, я гражданин в таком обществе, которому удалось создать семейную атмосферу. Какие эмоции я испытываю, какие события у меня происходят, какие увеличения у меня есть. Представьте мне немножко этот внутренний чувственный мир, когда я живу в таком обществе, которое уже чувствует себя одной семьей. Что индивидуум я в данном случае ощущаю в таком обществе? Допустим, я живу в государстве Израиль, и у меня есть семья, в которой тысяча человек. Тысяча. Такая большая, богатая семья, богатая, но имеется ввиду такая, она не богатая, она такая большая. Один работает в социальном страховании, другой в больничной кассе, третий автообслуживание, другой в супермаркете, еще один в банке, все мои родственники работают в каждом месте. Как я себя чувствую? Я хорошо устроился. Вот, прекрасно. Я выхожу на улицу, захожу в автобус. Мой родственник, я сажусь в такси, мой родственник, в каждом месте, где нахожусь, там мой родственник. Но родственник, это хорошо звучит, но как это выражается? Что никто не хочет обмануть его, как говорит Орен. Все хотят обмануть его. Это то, что он говорит. Поэтому никто не желает мне зла. Никто. Наоборот, хотят помочь насколько возможно, согласно возможности, согласно законам, правилам, согласно нашему развитию и нашим возможностям. Так мы относимся, как в семье. А ребенок кричит, он хочет чего-то. Я ему говорю, ты получишь, но немножко, и не сегодня, а в следующем месяце. Но с хорошим отношением так. Есть ограничения, не сверх того, что мы можем, но от всего сердца, насколько мы можем. И так каждый друг другу. Вот и все. Семья это пример, который мы все понимаем. этого мы должны достичь. Все мы одна семья. Мы все время пытаемся прийти к таким ценностям, жить в равенстве и справедливости. я думаю, никто не понимает, что такое равенство, справедливость и все эти вещи. Каждый это по-своему толкует. Все пользуются этими красивыми словами, все самые грязные, хитрые люди. Только таким образом это определить. Как семья? Если мы начинаем путаться в определениях, то мы запутаемся полностью. У каждого своего определения. Верно. Если мы говорим о хорошем отношении, о сердечном, о любви, каждый понимает, что это такое, потому что равенство это, что ты требуешь от меня и что я требую от тебя. Это уже не семья. То есть семейные отношения это предварительное условие для того, чтобы мы смогли жить по принципам равенства, справедливости и так далее. Это придет естественным образом. Это будет само собой. Я думаю, что это действительно очень интересное понимание, так как обычно мы стремимся реализовать принцип. Это без всяких премудростей. Семья это чувство, это исходит от сердца, не от разума. Поэтому наше воспитание в этом должно быть, оно должно как человеку. Поэтому мы делаем это на семинарах, чтобы развить чувство к объединению, а не премудрости. Но мудрость должна быть лишь в том, чтобы заставить, вынудить нас объединиться. Когда скажем, я задаю вопрос во время семинара, это для того, чтобы человек понял, что у него нет выбора, он должен войти в объединение. Но это и есть желательный результат. Мы знаем, что находиться в отдельно взятой семье не так-то просто. Существует некий процесс, который люди проходят вместе. А в обществе происходят более-менее те же процессы, как в отдельной семье. Тяжелее в нем или легче? Что там происходит? Намного легче, потому что есть огромная, колоссальная поддержка, широкая, богатая. Она окутывает каждого, она буквально поглощает его. Он не может думать иначе. Он видит примеры в каждом месте. Это обязывает его. Он просто не может иначе функционировать. Не то, что он стесняется. Нету стыда и нет преодоления против желания и так далее. Потому что если я нахожусь под таким внешним воздействием, то я само собой делаю такие вещи. Это меня заставляет, общество заставляет меня делать вещи даже против моего эгоизма. Мое эго для того, чтобы не быть ущемленным, исходя из зависти, исходя из того, чтобы смотреть на других, мое эго начинает работать вместе со мной. Чтобы не смотрели на меня, что я такой хитрый, что я использую других и так далее. Я сам не могу. Я делаю это желанным образом. Это автоматически. В этом есть вопрос воспитания. Это становится некой общей оболочкой, которая удерживает нас таким прекрасным образом. израильское общество. Повлияет ли это также на частные семьи? Формирует ли этот процесс также и частные семейные отношения? Это станет излучать силу объединения всем, на всех уровнях, всеми видами, которые только есть между людьми. В чем проблема в семье? Тот же эгоизм. Каждый хочет использовать другого. Верно. Муж требует то, что ему положено, жена то, что ей положено, и дети, и так далее. Это то, что происходит. Но только в общей широкой силе, которая покрывает всех. Поэтому и говорится, все преступления покроют любовь. И вот под этим покрытием каждый подчиняется. То есть мы не должны подходить к личности, заботиться о личности. Она сама уже включится в то, во что вынуждает ее общество. Это важный момент, и поэтому я хотела это услышать. Ведь я лично знаю несколько человек, которые говорят, как можно представить семейственность в обществе, если внутри своей семьи я не могу наладить отношения. Но вы сейчас говорите, что нужно начать с изменений в обществе? Если общество поднимется на 10 грамм, то каждому придется подняться на 100 грамм. Потому что это общественное воздействие. То есть от человека потребуется намного меньшее усилие, если все общество будет находиться в этом. Мы видим, как мы учимся из телевидения, из интернета, насколько это все властвует над нами, все эти влияния, которые мы получаем. сейчас я буду получать благотворное влияние, то у меня нет проблем, я буду функционировать как кукла, как марионетка, согласно этому. Но здесь я сам существую в этом общем воспитании. Это еще больше усиливает эти воздействия. Мы не говорим об искусственном воздействии, какой-то там урок в школе среди всех других уроков. Общество должно этим заниматься через все средства массовой информации. Общество находится само в этой оболочке более внешней, которая влияет на нее, это средства массовой информации. Это разнообразные эти воздействия внешние, и поэтому мы должны заботиться, чтобы оттуда мы начали влиять из самой внешней сферы, воздействовать на общество и из общества на личность. Наше время подошло к концу, я бы хотел попросить в одном предложении подвести итог. Каким вы видите хорошее израильское общество? Не знаю, что сказать. Что такое образцовое общество? Это только ощущение семьи, что даже в наших семьях сегодня мы этого не чувствуем. как ты чувствовал бы себя со своими родственниками в добрые времена у своих родителей так надежно, тепло, легко. Жизнь прекрасна. Ощущение, ощущение тепла, участия, помощи, поддержки, понимания, единства. это то, что нам нужно. Не больше. Человеку не нужно больше этого ничего. Есть в мире изобилие, наполнить тело. Вот это изобилие нам нужно наполнить душу. Спасибо большое, Амрав Лайтман. Спасибо тебе, Ницам Азо. Спасибо вам, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова